Декларация о народном суверенитете. 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 Потому что все остальные патриархи и митрополиты есть зависимые либо от государства, либо от политиков вещи. Те, перечисленные выше, не зависят ни от кого. Специально включен в этот список Папа Римский. Во-первых, опять объединительный момент. А в-третьих, очень много будущих украинцев, которых нет на самом деле всего. Очень много католиков. Мы не можем на основании принадлежности к той или иной церковной общению отказывать в праве на выбор с принородной принадлежностью. Мы, заметите, декларация говорит о том, прямо мы не с ними заключаем договор. То есть декларируем собой. Мы перед их лицом декларируем это Богу. То есть они здесь выступают просто как свидетели, что такой акт случился. Нет вопросов, да? В дальнейшем. Итак, признаем. О чем декларация? Признаем украинский народ, существующий и находящийся в непрерывном развитии исторической общности людей, созданный Богом, в качестве коренного народа страны Украины. Точка. То есть тем самым этим актом мы вводим украинский народ как официальную категорию. До сих пор этого сделано не было ни одним документом. То есть народ, как бы там нервничал Бролёв и все остальные, то народы. То есть мы не подходили под те конституты ЗЭС, статьи, которые он дал. Но это об этом и ризация говорим во всей связи. Вторая. Дальше. Признаем украинский народ и иные коренные народы страны Украины, сувереном страны Украины, которая существует исключительно при коренных народах страны Украины. Этим самым мы утверждаем принцип, нет народа, нет страны. Потому что нет никакой логики, если нет украинского народа, какая может быть Украина? Откуда она может взяться? Дальше. Признаем народный суверенитет украинского народа и иных коренных народов страны Украины высшим правом для каких-либо организационно-правовых форм существования украинского народа и иных коренных народов страны Украины, как то государств, держав, республик и иных организационно-правовых форм существующих в настоящем или могущих возникнуть в будущем. Всем понятно? Какие бы на территории страны Украины не образовывались республики, державы, государства, право украинского народа выше, чем любые эти образования. Украинский народ этих образований на своей территории может составить столько, сколько ему будет необходимо. Понятно, да? Тем самым мы ставим категорию украинский народ над всем. А тут уже в государстве все остальное. А также заявляем о своей собственной принадлежности коренному народу страны Украины украинцам. Выражаем свою волю впредь именоваться человеком украинского народа. Действуем совместно для обеспечения существования украинского народа, его жизнедеятельности и развития. Призываем Всевышнего быть свидетелем искренности наших намерений. Даем взаимный обет жертвовать своими жизнями, своим состоянием и свято блюсти нашу честь для достижения цели данной декларации. Понятно? А также признаем и утверждаем. Здесь начинается статья. Прямо было закончено. Понятно, да? Все оценили. Дальше. Статья первая. Украинский народ, состоящий из людей коренного народа страны Украины, от имени и на основании божественного права обладает высшими исключительными и неотъемлемыми правами, правом владеть и распоряжаться достоянием украинского народа. Достояние украинского народа является его исключительной и неотъемлемой собственностью и складывается из трех составляющих. Народного капитала природного происхождения, данного коренным народом страны Украины Богом, территории и полезных ископаемых и конечных ресурсов и т.д. Народного капитала духовного происхождения, результатов любого вида творчества людей коренного народа страны Украины, украинцев, как то знания, легенд, предания, сказания, верования, песен, а также имен собственных, имен нарицательных, любых названий и наименований, имеющих и происходящих от слов «Украина» и «Украинец». Народного капитала рукотворного происхождения, являющегося результатом любого вида созидательной и творческой деятельности всех предшествующих и ныне живущих поколений коренных народов Украины, а именно зданий, сооружений и производственного народа, понятно. Т.е. народный капитал трех частей. Это догмат о Святой Троице. Три составляющих. Дальше. Достоянием украинского народа учитывается в реестрах народных капиталов украинского народа. Какое-либо действие, направленное на уничтожение или уменьшение достояния украинского народа является преступлением перед украинским народом. Субъекты права украинского народа и иных коренных народов страны Украины, а равно субъекты права, так называемые физические, юридические лица, граждане, их объединения и прочее. Т.е. этим мы навсегда прекращаем деление. Это все деленное. Украинский народ, а это его деление. И нечего там делить. И всех организационно-правых форм существования украинского народа, государств, держав, республик, существующих ныне и не могущих возникнуть в будущем, обязаны в принцип и способ, определяемый учредительным собранием украинского народа, утвердить свое право отчуждения в собственность какой-либо части достояния украинского народа, а также свое право распоряжения и пользования какой-либо частью достояния украинского народа. То есть, образно говоря, все должны доказать нам, только украинскому народу, свое право собственности. И этот процесс будет начали. Справедливо? Справедливо. Украинский народ обладает исключительным и неотъемлемым правом быть источником суверенитета, свободно определять, создавать и отменять организационно-правые формы существования украинского народа. Как то, государство, держава, республика и иные информационно-правые формы, как существующие в настоящее время, так и могут еще не возникнуть в будущем. Понятно? По своему разумению, разговариваясь принципом наибольшей пользы и выгоды для всего чего народного благоденствия, преумножения численности народа и населения и защиты от внешних поседокоряществ, утверждать или отменять основополагающие документы, как то, Конституции, Уставы и другие вышеупомянутые организационно-правые формы существования украинского народа. То есть, какое бы правовое, организационно-правовое формы ни возникало на территории страны Украины, свои Конституции, Уставы и прочее должны они утвердить у народа. Либо их не будет. Отстаивать и защищать каким-либо способом свое существование права, достояния и достоинства, включая право на вооруженное насилие. Свободно объединяться с другими коренными народами в союзы, конфедерации, федерации и другие объединения, известные в настоящем или могущие возникнуть в будущем, как основы создания организационных правовых форм какой-либо государственности, равные выходить из них. О чем идет речь? Никакая форма нашей организационно-права, какой-либо государственности, не может быть создана иначе, как договор между коренными народами. Понятно, да? Дальше. Заключать от своего имени любые международные пакты, меморандумы, договора, соглашения и прочее, или растрогатформы. Создавать и содержать вооруженные силы украинского народа для защиты существования украинского народа от каких-либо внешних или внутренних посягательств, ответа на угрозы жизнедеятельности украинского народа. Свободно определять и утверждать финансовые и экономические модели существования хозяйственной деятельности субъектами права украинского народа, как то, рыночные, плановые, капиталистические, социалистические, коммунистические, финансово-экономические модели и иные, известные в настоящее время или могут возникнуть в будущем. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы даем людям, народам Украины, право определять не только свою государственную ситуацию, но и финансово-экономическую модель. Если нравится жить при социализме, значит у них в их государственной модели будет социализм. Если нравится при катапиализме, то мы прекращаем войну между классами и между собственниками или несобственниками. А также право свободно создавать народно-финансовые банковские системы, быть источником эмиссии денег, либо делегировать данное право специальным созданным институтом Украинского народа. Здесь все понятно, да? То есть право миссии обладает украинский народ, либо он делегирует это право, кому сочтет необходимое. Статья вторая. Это была самая большая статья, остальные короткие. Статья вторая. Украинский народ состоит из людей коренного народа страны Украины. Это очень важно. Выразивших свою народную принадлежность, как украинцы, путем добровольного присоединения к данной декларации в качестве полноправного участника в виде письменного заявления, подписанного собственноручнее. Такое заявление может быть приобщено к данной декларации вне зависимости от какой бы то ни было правовой ситуации человека, как гражданина какого-либо государства, его местожительства в какой-либо стране. Вне зависимости от постановки на учет в каких-либо реестрах, членствах в каких-либо организациях, украинцы имеют право определить народную принадлежность своих прямых умерших предков до документально указанного колена и являющихся в таком случае людьми украинского народа в правовом статусе, утратившие физическую дееспособность. О чем мы говорим? Мы говорим о том, вот именно поэтому в преамуле Конституции Розумовский во имя всех. Сегодня мы говорим о подписании этой декларации. Сегодня неважно, когда должностные лица организационно-правых форм созреют ее подписать. Достаточно, чтобы подписал один из указанных подписантов и начали подписывать те, кто своим заявлением, то есть фактически это растянутый во времени референдум. Все я понимаю, да?